здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко во всем мире стране и конечно же в городском округе люберцы началась весна время прекрасное время перемен но здесь есть тоже свои сложности для особых людей у нас в студии аллерголог иммунолог силимхан и кранович силимханов здравствуйте добрый день вот правда что весна весной когда все расцветает все замечательно красиво хочется любить быть любимым как-то одежда меняется настроение улучшается там впереди огромное количество праздников а некоторые люди начинают страдать в абсолютно правы не у всех такое прекрасное настроение связано с тем что к сожалению у нас с каждым годом растет численность аллергиков людей которые дают аллергические реакции на цветение деревьев последующем же основная проблема это цветение деревьев кустов растительности абсолютно верно да почему это происходит ведь вроде бы как нам всю жизнь нас учили что деревья наши друзья оказывается нет к сожалению нам года экология в принципе генетические какие-то изменения наследственности диктуют совсем другие правила и в последние годы растет численность этих аллергиков вот как раз таки за счет внутренних и внешних факторов внутренними факторами является основным генетическая подрасположенность то есть спросить у пациента у которого есть какие-то аллергические реакции вам расскажу какие они могут быть то мы узнаем как правило что бабушка с дедушкой оказывается кто-то там дает отек глаз там заложенность носа кто-то даже приступы бронхиальной астмы в весенний-летний период может быть даже на животных или там на домашнюю пыль мы узнаем что у него есть какая-то предрасположенность и за счет внешних факторов которым в нынешнее время становится до экология эти симптомы усиливаются дают такую яркую картину и к большому сожалению на севере россии в том числе в московской области и в москве вот одним из ведущих таких аллергенов является та самая пресловутая береза а вот наша родная любимая береза абсолютно верно и не только береза я могу сказать что проблемой последних двух-трех лет является как раз таки ранние цветения ольхи то есть ольха и береза это то что нам самые лучшие друзья для самые лучшие друзья для аллергика и причина тому является я вам скажу как их большая концентрация вот за счет того что у нас многих от россии ассоциируется с березой и как раз таки и большая концентрация раньше я считал да вот когда лето наступает не весенний период помните это вечная проблема тополь давайте вырубим весь тополь потому что отпуха невозможно тополь тоже входит в эту летнюю версию смотрите есть деревья ранее цветущие позднее цветущие но основная проблема все таки является для многих аллергиков в весенний период это все-таки апрель-май объясню с чем это связано на самом деле нет такой концентрации огромного тополя и тополе он такой более смене слабый аллерген наиболее сильным аллергеном по концентрации зерен по количеству приходит зерен на кубометр в воздухе по их силе это все-таки вот береза и потом уже сопутствующая ольха хотя ольха зацветает значительно раньше чем береза но это именно деревья а кустарники как-то влияют все зависит от того на что у человека сенсибилизация с научной точки зрения если говорить проще сенсибилизация предрасположенность вот давайте мы поговорим самый простой первый вопрос и каждый человек может стать человеком зависим от аллергии или все-таки есть люди которых это присутствует а есть люди которые никогда этим страдать не будут абсолютно верно но при этом никто вам не гарантирует того что если вы приобретенное может абсолютно верно вот это приобретенное но все-таки вы должны понимать что главный принцип основного масса заболевания это все-таки 70 процентов это генетика то есть кто-то из папы прадеду не прабабушки где-то еще может не обязательно это может быть первичная мутация а первичная первичная мутация то есть спрашиваешь собираешь анамнез оказывается никто нет аллергиков никогда не было и такого но вряд ли уже будет то есть то что эти люди уже в возрасте узнаю что у ребенка первично вот это называется первичная мутация она может сейчас поговорим это вы сейчас речь идете о том когда вот сегодня можно уже на каком-то этапе понять да что будет а вот например если у меня там у человека который уже совсем давно не ребенок никогда тут этого аллергии не было вот хочется проверить можно что-то установить или уже нет мы можем установить лишь потенциальный риск но не можем утверждать будет этот потенциальный риск в жизни в жизни это осуществится или нет но это метод я просто на примере в как там бы тоже в молодости если много апельсинов съешь ли мандаринов некоторых начинает там посыпать это аллергия или что абсолютно не аллергия не имеет отношения к аллергии запомните главный принцип аллергические реакции что пищевые что респираторные они не имеют отношения к дозозависимым эффекту за исключением конечно выраженности симптомов конечно если мы будем употреблять это продукт который вызывает у нас аллергическую реакцию возьмем те же орехи там или яичный белок конечно если мы употребим большом количестве реакция будет более выраженной но при том для того чтобы она возникла нам не нужно много продукта нам достаточно и вот столько да и вот теперь самый главный вопрос все-таки что такое аллергия и как она происходит и вот тут конечно нам интересно понять особенно наверное телезрителям у которых совсем еще маленькие дети можно ли это проверить и какую-то схему выставить например сказать ребенку орехи не ешь это не ешь это если говорить о пищевой до истории или если например береза цветет что же тогда выезжать куда-то вот почему происходит это что это это брак какой-то или это просто какая-то абсолютно не брак мое мнение в принципе что аллергики это люди которые как раз таки люди 21 века они готовы к любого экологическая думаю какой-то нехорошей обстановке я вам объясню в чем дело на самом деле аллергик это не человек со слабым иммунитетом это человек как раз таки со слишком сильным иммунитетом это извращенное назовем это так это гиперчувствительное который сразу же начинает его спасать и дает ему команду что это не твоиРЕЗа это как чужеродный агент воспринимает это не хорошо но это есть слишком сильная реакцией нет это выработаете определенных антител митях которые обычно мы вырабатываем на инфекции тайм на глобулин м Century г-дайм наглобулин як который мы вырабатываем определенный аллерген и человек дает такую сильную успенную реакцию это может быть различная форма реакции там может быть заложить носа это может быть отек глаз отек губы это может быть обструкциям, можем задыхаться на это. Все очень непросто в этом плане. Касаемо того, что можем ли мы определить заранее, это неправильно. Объясню почему. Потому что основной принцип лечения в России, который есть и в принципе в мире передовой метод лечения аллергии, это аллерген в специфическом терапии. Есть такой метод лечения, основой которой является введение аллергена в организм, на который мы реагируем, с целью адаптации к нему. А, чтобы что-то из березы надо в меня ввести? Да, абсолютно. Так это вроде как вакцинация. Абсолютно верно. Что-то вроде вакцинации. Задача, которая является создать антитела, которые будут конкурировать с теми, за счет которых мы даем реакцию. А убить так нельзя человеку? Для этого существует врач-аллерголог. Во-первых. Реакции всякие могут быть. Причем теоретически. Я, честно скажу, в своей практике не сталкивался ни разу с анафилактическим шоком, про который вы, я думаю, ведете к которому. Мы должны, конечно, любое разговаривать об этом. Я вам честно скажу, за практически два с половиной года, что я работаю, и еще два года, которые были в ординатории, я ни разу не сталкивался с анафилактическим шоком. Я очень надеюсь, что я никогда с этим не столкнусь, но я все время готов. Ну, вот сам хорошо. Я понял, то есть даже вот уже приблизительно понятно, ну, методика или направление лечения. Абсолютно верно. Это очень интересная вещь, что действительно это люди, наверное, приятно для... Они обычно всегда страдают, да? Другие не страдают. Оказывается, видите, они люди 21 века. Это даже интересная такая версия. Но все-таки, а что происходит? Вот что в человеке такого, вот если он родился здесь? Ну, понятно, что существует миграция населения. Абсолютно верно. Вот он родился здесь, предположим, там в пятом, седьмом какому угодно колени. Береза, по идее, твой мест. Знаете, я когда на историческую родину приезжаю, у меня как вот рыба в свой аквариум. Чего бы ни происходило, и как бы долго меня не было, но вот этот запах деревьев, просто воздуха, какой-то атмосферы. А тут, получается, ты рождаешься в этом месте, и тебе плохо. Что ж такое с природой произошло? Я вам объясню некоторые факторы. Поймите, вот человек, у него есть предрасположенность, как я сказал. Но не принципиально, чтобы эта предрасположенность себя проявила. К сожалению, очень многое зависит от того, что все-таки деревья, растения, в принципе, они тоже испытывают стресс. Стрессом для них являются выхлопные газы те же. Ага, они нам бедят. Если абсолютно верно. Ну, я думаю, что так, пусть меня мои коллеги не убивают за это, но я считаю, что это так. То есть лиричный, лирический врач это называется. Да, пусть будет так, потому что экологический стресс, и в принципе, вы должны знать главный принцип. Если на какой-то продукт, и в принципе, возьмем, назовем это аллергеном, идет влияние какого-то консерванта, какого-то стабилизатора, какого-то химического вещества, вы должны знать главный принцип. Его аллергенные свойства будут увеличиваться тысячекратно. Ну вот поэтому с появлением замечательных продуктов, с запахом сыра, с запахом лука, я даже не знаю, кому так это интересно, с запахом шашлыка, я понимаю, что вот это брать точно нельзя. Точно не следует. А скажите... Такие дети являются индикаторами качества продукта, я вам хочу сказать, аллергики. В принципе, любой аллергик – это индикатор качества продукта. То есть, если он чего-то не употребляет... Могу провести яркие примеры. Давайте. Смотрите, вот для аллергиков, возьмем те же самые деревья, для них характерна перекрестная пищевая аллергия, не для всех. То есть, у них аминокислотный состав у того, что цветет и того, что растет на дереве, абсолютно одинаковый. Так. И дети вот с реакцией на березу могут давать перекрестную пищевую аллергию на косточковые фрукты. Берем яблоко. Так. В моей практике очень часто встречается, что пациент, который употребляет в рацион этот продукт, дает оральный синдром. Это першение зуд во рту, это отек губ. Горло, как правило, не дает такую реакцию, потому что этот аллерген очень легко разлагается в желудке за счет пепсина. В общем, суть в чем? Суть в том, что с одним и тем же пациентом разговариваешь. Я сейчас не хочу разговаривать про сорта яблок, это отдельная тема. Для другой программы. Да. Если употреблять в рацион яблоко с огорода, вы услышите от некоторых пациентов, что он никак на это не реагирует, даже в весенний период. Но если вы спросите, кушал, брал яблоко, ел именно то, что из магазина, то он может дать именно такой оральный синдром. Это лишний раз показывает то, что все-таки аллергенные свойства усиливаются за счет каких-то факторов, которые... То есть вы ведете к тому, что мы и так понимаем. Да. Смотрите, молочные продукты у нас практически ненастоящие. Дошло до того, что пишется на основе молока или в лучшем случае. Могу бы отдать и по этому поводу комментарий небольшой. Сейчас, сейчас, вот я к этому и веду. То есть все, что связано с овощами, фруктами, есть ощущение, мы представляем людей тоже в белых халатах, только с другой стороны, которые чем-то их там поют, кормят. И получается, все, что мы едим, ты смотришь на колбаску, на яблочко, и ты понимаешь, что все это тебе во вред. То есть вы, как аллерголог, иммунолог, вы хотите нас привести к тому, что вся пища отравлена? Ни в коем случае. Это не назвать отравлением. Это лишь говорит о том, что концентрация в этих продуктах гистамина или выброс гистамин просто усиливается. А что такое гистамин? Гистамин – это тот продукт, ну, это тот медиатор, назовем это так, который вызывает как раз-таки определенные виды аллергических реакций, специфические или не специфические. Просто есть продукты, в которых гистамина может быть больше. Он может быть абсолютно натуральным продуктом. Просто если в ней будет концентрация консерванта больше, конечно, это, вероятно, усиливается. Но если я человек, который страдает аллергией, то и что-то мне пошло не так, то это показатель даже для человека, у которого нет аллергии, что, может быть, лучше это не употреблять. Правильно я понимаю? Ну, я так подвел. Вы сами сказали, что это можно… Знаете, как коту даешь, да, колбаску, если он ее точно не ест, вот точно лучше не ест. Я вам объясню, как это происходит на принципе индикатора. Вопрос лишь в том, что не все люди дают реакцию на продукты, и не обязательно, чтобы это была аллергическая. Это может быть токсико-аллергическая реакция. Хорошо, я вам приведу яркий пример. Приходит пациент на банальную пробу МОНТУ. Но если этот пациент съест в этот день кучу шоколада, съест сникерсов, выпьет сок, я вас уверяю, это будет положительная реакция, она будет ложной положительной на эту пробу. Соответственно, это поговорит о том, что мы лишь увеличиваем реактивность сосудов. Но сказать, как это все влияет, я думаю, вы все прекрасно и без моих комментариев. понимаете, что качество продукта значительно страдает. Ну вот раньше я знал другое слово на букву Г. Глюконат. Есть такое. Которое нельзя и которое вроде бы везде присутствует в продуктах с точки зрения потолстения. Видите, прям закашлялся с точки зрения ожирения, с точки зрения правильного пищеварения и так далее. Теперь у нас есть еще как называется на Г. Нет, это я бы сказал объединяющее слово. Гистамина-либератор. Оно может быть, я еще раз говорю, это может быть любой натуральный продукт тоже. Для многих взрослых людей замечали, что у вас, например, многие знакомые в компании, кто может употребить вино или коньяк, могут краснеть. Да. Это тот же натуральный гистамина-либератор. Тарк-разина содержится. Это тоже гистамина-либератор. Нет, ни в коем случае, сейчас вопрос даже не сколько о химии идет, а о принципах таких, что такие продукты могут усиливать реакцию. Вы же не пойдете никогда, выпиши вино на какую-то вакцинацию или на пробу. Не провоцируйте меня. Не провоцируйте. Сейчас то же самое. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и продолжим разговор с аллергологом и мнологом Селимханом и Крамичем Селимхановым после небольшой паузы. Напомню вам, что эта программа «Открытый диалог». У нас в студии аллерголог, мнолог Селимхан и Крамич Селимханов. Конечно, тут нашей программы маловато будет для того, чтобы выяснить. Столько вопросов в перерыве до программы и после программы еще будет. Но мы, кстати, коронавируса тоже чуть-чуть коснемся в финале. Это же у нас теперь как главный компот. Бич. Тортик, тортик в нашей программе. Возвращаемся к теме по аллергиям. Совсем недавно знакомый рассказывал, что пришлось вызывать скорую, причем на улицу, потому что где-то кто-то подарил или купили орешки, фундук такой, вот, и просто человек начал, ну, расти в размерах и буквально вызвали скорую прямо на улицу. Вот, рассказывая о пищевой аллергии, да, мы сейчас еще вернемся к весенней, вот, это что такое? Смотрите, можно ли от этого самое страшное, ну, извините за грубое слово, дубы дать? К сожалению, да. А что это такое? Смотрите, типы реакции на пищевые аллергены бывают разные. Это могут быть кожные, это могут быть респираторные, это могут быть системные реакции. И самая тяжелая системная реакция является анафилактический шок. Анафилактический шок, он тоже бывает в нескольких типах, в зависимости от того, какая система органов задействована именно первично. То есть, это падение артериального давления, это диарейный синдром, или же это постоклассический респираторный синдром с затруднением дыхания, отеком в горле. Но это можно вообще назвать отравлением? Это не отравление абсолютно. Отравление – это когда вы употребляете какой-то продукт, который некачественный, который нарушен срок хранения, либо вы переели его, и он дает вам какую-то таксическую реакцию. Либо содержит какую-то химическую... Абсолютно верно. А это же реакция на натуральный продукт. В принципе, я хочу, чтобы все понимали и знали, аллергическая реакция – это реакция на натуральный продукт, на тот, который едят все, но тебе этого нельзя. И есть продукты... То есть второй раз лучше уже с орешками не пробовать человеку? Ни в коем случае никогда. Объясню, как происходит аллергическая реакция. При первичном контакте с аллергеном аллергии никогда не будет, если это первичный контакт. Так. Аллергия возникает только при вторичном контакте. Для того, чтобы возник вторичный контакт, должно пройти минимум период сенсибилизации, сформирования реакции. В нашем организме при первичном контакте вырабатываются определенные антитела. Так. Они накапливаются вокруг клеток. Называются они тучные клетки. И они ждут. Ждут следующего... Своего звездного часа. Звездного часа. Это звездный час у всех, к сожалению, раз. Меня сейчас напугали. То есть получается, что если я в своей жизни, конечно, трудно представить, но что-то съел в первый раз, то еще не факт, что не сработает. Не факт. Но при этом, я вас уверяю, не нужно этого пугаться, потому что все-таки я думаю, что у этого знакомого есть какие-то предрасполагающие факторы. Человек, который, в принципе, в анамнезе есть какие-то, то есть в его истории заболевания есть какие-то заболевания, которые имеют отношение к аллергическим, будь то тот же самый прислал, поленоз, бронхиальную астму, пищевая аллергия в анамнезе в детстве по типу атопический дерматит, аллергия на какие-то определенные продукты. Он должен для себя прекрасно понимать, что он находится в какой-то когорте риска. Но опять-таки это явление очень и очень редкое. А, кстати, вот психологический человек, который страдает аллергией, он как-то к этому привыкает? В зависимости от того, какая форма болезни. И вот мы тут возвращаемся опять же, понятно, что с пищевым все-таки, наверное, проще, если ты понимаешь, отказаться, ну, или вот если попал, то второй раз, может быть, третий раз, вернее, лучше уже не употреблять. Вот возвращаясь к березкам и к ольхе, напомню, что, по мнению нашего гостя, это главные аллергены у нас. То есть что, человеку надо покидать город свой, что ли? Есть несколько принципов. Давайте. На березу такой акции. Терапия. Объясню. На березу такой реакции, выраженной как на орехи, ну, не должно быть, потому что береза это как продукт, но он не анафилактоид. Есть определенный продукт, вот группа, они не называются анафилактоиды, потому что у них есть определенная мутация, у их самих. Это мутация, но чуть другая, это уже научная сторона, тематика. То есть береза не даст такую реакцию. Береза дает в основном симптомы респираторные. Респираторные – это нос, глаза, это легкие. И сколько это будет продолжаться? Вот как раз таки, вы знаете, в чем проблема-то именно этого вида цветения? Потому что она такая более длительная в соотношении, чем другие виды злаковых или луговых трав. Береза цветет в течение 2-4 недель. И вот это 4 недели человек мучается? Да, как правило, я вам объясню, очень период цветения каждый год очень сильно отличается. Для того, чтобы мы понимали, сколько чего цветет и когда начинает цвести, для этого существует специальный мониторинг. Мониторинг – это ловушки гравиметрические, это специальные сайты для этого даже существуют. Они вылавливают эти пыльцевые зерна и выдают нам уже в таком информационном виде. Вы можете зависеть на тот же сайт. Очень часто им пользуются и аллергики, и врачи. Называется он «Аллерготоп». Вы по нему можете отслеживать уровень цветения. Сейчас, вот если посмотреть, я сегодня буквально утром смотрел, уровень ольхи уже низкий. Он уже начинает цвести, а первые зерна вылавливали уже в середине февраля. Вы все время говорите слово «зерно», то есть страдают аллергики именно от зерен. Само собой, конечно. От самого вот этого. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Так, как профилактировать-то, как попытаться уйти? Профилактику надо было начинать еще в осенне-зимний период. А что надо делать? Аллерген в специфическом терапии. То есть вот то, что вы говорили, внести в себя что-то и березовый сок, что ли, пить? Ни в коем случае. Это методы лечения инъекционные или сублингвальные. Наука на месте не стоит. То есть это уже невозможно тогда ввести в организм человека концентрированный препарат. Он даст слишком сильную реакцию. Это уже такой препарат, который разводится в определенном соотношении. А, ну как комплектики, что ли, попить надо? Грубо говоря, назовем это так, но это больше капли, если мы говорим именно про березу, либо инъекцию. Но сейчас это поздно уже. Уже поздно начинать, потому что сейчас выход только один. То есть если ко мне придет пациент сейчас сегодня на прием, он скажет, доктор, у меня... Со слезами на глазах, да? Да, я скажу, что для осид это слишком поздний период. Сейчас выход только один. Это симптоматическая терапия. Она тоже не стоит на месте. А что это такое? Это именно борьба непосредственно с самими симптомами. Лучше, опять-таки, симптоматическую терапию начинать лучше за неделю. То есть имеется в виду, если нос заложен в какие-то капли? Мы снимаем симптомы. Это назальные гормоны, это топические аллергические препараты. Вот всем известны там... Ну а вот, я понял, есть еще вот аллергия на животных. Абсолютно верно. Это что? Крыску купила, нельзя? Абсолютно верно. Вот, кстати, симптоматика схожая. В лучшем случае другим отдают, а некоторые прям выбрасывают на улицу. И как понять, что можно... Вы знаете, бывают абсолютно разные примеры, абсолютно обратные примеры, когда люди страдают, при этом животное оставляют у себя дома. Даже такое было. Буквально вчера на приеме был мальчик с аллергией на кота, но у него, к сожалению, в динамике, помимо того, что отекает глаза, закладывает нос, он уже начинает задыхаться. Это уже товарищ у меня в группе риска по развитию астмы. Он будет им, если он не уберет это животное. Он дал уже эту клинику. То есть... Единственное преимущество животных в чем? В том, что, исключив контакт, симптомы уходят. Но если этот контакт будет продолжаться, к сожалению, то есть этот человек как минимум не сможет стать ветеринаром. Ну, понятно. То есть... А это именно на какого-то там, на кошку может быть, а на собаку нет? Или это все-таки... Объясню. Это тоже аллергология, очень глубокая тематика. Все зависит от того, на какой компонент. На самом деле, нет такого, чтобы это какой-то был экстракт, что это слюна, и все. Нет. Есть определенные эпитопы, участки, на которые мы реагируем. Аллерген состоит из эпитопов. Если зависит от того, что, например, для животных есть общий белок, видоспецифичный, он называется липокалин. Если человек реагирует на этот липокалин, он будет реагировать и на кошку, и на собаку. Ой, сколько, конечно, аспектов. Тут одной программы нам не хватит. Я уже заранее вас приглашаю еще на встречу. А сейчас я не могу не спросить, потому что вы иммунолог, и два вопроса. Первый вопрос – это коронавирус. Говорят, что он для людей до 19 лет, ну, то есть для малышей, для молодых, он не действует совершенно. Когда он, на кого же тогда действует? Кому ждать прихода коронавируса с опаской? Я бы, если честно, этот возраст чуть, как бы, может быть, даже чуть-чуть больше, увеличил бы этот возрастную категорию. Объясню, почему. В принципе, для людей, которые... Особенность связана, это все связано с особенностью иммунитета. То есть есть определенная возрастная категория, когда иммунитет у нас реактивный. О чем это говорит? Что он способен вырабатывать. После определенного возраста... Ну, потому что организм растет, молодой, защищает тебя больше. Абсолютно верно. Но это связано больше с функционированием иммунной системы. Наши антитела, они вырабатываются именно в динамике, хорошо, именно в таком возрасте. До какого года они вырабатываются? Скажите так. До 25 лет. После 25 лет идет обратное развитие тимуса. Это тот орган, который вырабатывает лимфоциты, те лимфоциты, где идет, даже не сколько вырабатывает, вырабатывает все костный мозг, это все знают прекрасно. И идет дифференцировка. Один из этапов дифференцировки лимфоцитов вместе с лимфатическими узлами. До 25 лет. А после 25 лет идет обратная инволюция. То есть нам после этого возраста помогает ровным счетом то, с чем мы уже столкнулись. Клетки памяти. Почему человек взрослый болеет, может быть, гриппом меньше, чем ребенок? Все благодаря клеткам памяти. Да, как ни крути. Когда маленькие, мы просто еще только начинаем. Мы знакомимся, мы вырабатываем. Потом, значит... Почему мы болеем в возрасте чаще всего после полугода и до 3-4, но если человек в сад не ходил, то и до 7-8 лет, как Павел, потому что до полугода он защищает материнские антитела. И то есть, грубо говоря, это даже хорошо, что мы болеем. Абсолютно верно. Я всегда своих пациентов, когда их из-за кашля говорят, что не ходить в сад, кашель – это не признак острого какого-то инфекционного заболевания. Это очень часто является до 3-4 недель остаточным явлением. Я их просто выгоняю в сад и призываю к тому, чтобы болеть. На меня многие смотрят дико, но... Ох, Селимхан, вы! Ну, человек должен болеть. Хорошо. Впервые слышу врача, который говорит... Ну, правда, иммунолог и аллерголог, наверное, может так сказать. Скажите, сухой кашель – это признак коронавируса? Потому что тут начали все говорить, что если сопли, то это не коронавирус, а если сухой кашель, то коронавирус. Я вас понял. Как нам его бояться? Коротко и ясно? Я вам скажу намного проще. Нет определенной симптоматики, которую мы можем охарактеризовать любое заболевание. Мы с вами можем схватить определенный одинаковый вирус. Так. Давайте возьмем обычный банальный. Предположим, да. Возьмем банальный. Всеми любимое влюблено коревую инфекцию. Так. Смотрите, мы с вами не вакцинировались никогда. Соответственно, высока вероятность, если мы не имели с ним контакта. Но возраст, конечно, слишком большой для того, чтобы давать клинику. Это, как правило, касается детей. Возьмем. Мы в детском возрасте. Вы можете дать развернутую картину с конъюнктивитом, с астоматитом, с распространенными высыпаниями. Со всеми делами. По полной программе. Я. Человек, кто же не вакцинировался, не было никогда контакта, я могу дать симптоматику значительно, намного легче. То есть, есть формы течения заболевания. Они могут быть абортивными, когда симптомов практически нет никаких. Субклиническими. И могут быть с развернутой клиникой. Нельзя только потому, что человек на улице кашляет, определить, болеет он или нет. Но нам боятся все-таки коронавируса или нет? Я, так как я детский аллерголог, иммунолог, честно, я за своих пациентов как минимум спокоен. Хорошо. Я пока даже не хочу об этом думать. Честно. Тогда, если не прийди, Господи, начнется какая-то, мы пригласим уже отдельно тогда. Да. Вы готовьтесь, кстати. Коронавирус, эта тема для меня, честно, вы поймите, для того, в принципе, такая тема очень сложная для, в принципе, мирового сообщества. Человек, который впервые его выявил, это простой врач, который, к сожалению, не узнает прекрасную информацию. Да. Друзья мои, обратите внимание, если вы не до конца все поняли, пересмотрите программу еще раз. А мы благодарим аллерголога, иммунолога Селимхана Крамича Селимханова. Приходите к нам еще, как минимум, несколько тем мы уже набросали. Меня зовут Николай Пивненко. Это была программа «Открытый диалог». Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова